240 переселенцев смогут получить новую профессию и начать карьеру в IT-сфере. Обучение проводится в рамках проекта «Переквалификация», который осуществляет программа развития ООН. Быстрое реагирование на социально-экономические проблемы внутренне перемещенных лиц в Украине при финансовой поддержке правительства Японии. Как рассказали представители организации, обучение смогут пройти 30 человек в Запорожье, 50 в Харькове и 160 в режиме онлайн, независимо от места проживания. Заявки принимаются до 25 января. Занятия начнутся уже с 1 февраля 2016 года. Желающих получить новую профессию немало. Обучающая компания GoIT получила уже более 2000 заявок и протестировала половину желающих. Обязательное требование – справка переселенца. Второе, что важно, это базовая техническая грамотность, базовые технические навыки. То есть, что человек, ну не то, что на ты с компьютером, но, по крайней мере, знает какие-то базовые вещи, которые необходимы, чтобы быстрее двигаться к IT-специальности. Третье – это английский язык. Получить информацию об условиях участия и зарегистрироваться можно на сайте проекта. Его адрес – go4it.com.ua. Буквально за несколько месяцев участники программы получат специальность, отвечающая за лицо создаваемого веб-сайта. Начальные зарплаты таких специалистов – 300-500 долларов. Также там есть блоки, которые включают в себя самопрезентацию, так называемые мягкие навыки, которые очень важны для переселенцев. Потому что часто эти люди, кроме того, что они много чего втрачают, физически, материально, они также потребуют мотивации, какой-то поддержки в том, чтобы сменить свое жизнь. По статистике образовательной компании go.it удается трудоустроить 65% своих выпускников. Обучение новой группы – это уже вторая часть программы. Сейчас 160 переселенцев обучаются программированию при помощи другой компании в Одессе, Днепропетровске и в Полтаве. На днях стартует обучение в Киеве. Мы имеем сегодня очень серьезный IT-капитал. Пока мы, де-факто, ресурсная страна. Еще лет 10 нам будет ресурсными. Это хорошо. Это неплохо. Это лучше, чем быть никем. У нас очень сильный аутсорсинг. У нас сильные позиции в мире. У нас почти 3 миллиарда долларов экспортных инвестиций. В экономику страны – это порядка 4% ВВП. Экс-гендиректор Майкрософт Украина, замглава администрации президента Дмитрий Шымков, отмечает, украинские IT-шники всегда желанные на этом рынке. Минулого року, лише минулого року, ми чули дуже багато позитивних історій саме з українського IT-ринку. Ми знаем, що до цього була історія ВЮДЛ, цього року ми чули історію Луксері, чули історію Циклум, інвестиція Сороса. І це перша інвестиція Фонду Сороса в Україну. Це була одна зі топ-новин Блумберга. Українські IT-шники завжди бажані люди, які хочуть бачити свій коновий долині. Представітелі программы ООН уже говорят о большому спросі именно на этот проект. І весною, говорят, рассмотрят вопрос о возможності його продовження.